И всем, предложаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать в очередное видео. Сегодня, как вы видите, мы что-то будем снова делать своими ручками из бумаги. Вы видите на экране листочек, либо, возможно, даже два листочка, и вы задаете вопрос. Мы будем делать сегодня одного героя или два? Наверное, вы уже догадались, картинка выдает, все выдает, название и так далее, что спустя много времени мы будем делать два героя в одном видео. Это, если честно, очень классно, это круто, и здесь это очень даже подходит, это в тему, потому что они друг с другом как бы по логике должны быть, то есть это у нас два таких, скажем так, плохиша. Мы будем сегодня учиться делать двух героев из мультика Тачки 2, опять же, это у нас Айсер и Грэм, конечно же. Все, давайте я представлю вам, конечно же, наши детали, разверточки и так далее, то есть, получается, наш Айсер вот такой получается, столичка деталей имеется, и наш Грэм имеется тоже столичка деталей. Тут я уже немножечко, ну не то, что, скажем так, сэкономил, что ли, бумаги, детали и так далее, нет, я решил вот как-то так сделать, поэкспериментировать, как бы, как вот получится вот такая вот машинка или нет, то есть, о чем это я? Вы, наверное, помните, что я обычно делал как? Машину делил на три части, передняя часть, серединная часть и задняя часть, немножечко, да? Здесь у меня получается передняя часть и здесь как бы уже серединная и задняя часть, только по-другому я тут кое-где решил сделать. Не знаю, как получится, я думаю, можно поэкспериментировать, поэтому давайте не буду тянуть, мы рассмотрим сейчас одного и другого по порядку, все детально расскажу, объясню, вы увидите и детали, и размеры, и детализацию. Все, давайте начнем. Что ж, начнем мы с эйсера, зеленый персонаж, зеленая тачка, тут все очень простенько, конечно, но, пожалуй, все равно вам объясню, здесь вы будете видеть, конечно же, и стрелочку, и картиночку. Начнем, пожалуй, с самой важной детальной, на которую будут клеиться и передняя часть, и колеса, и зеркала, и так далее. Размеры данной развертки, 4,5 см на 4 см, тут у нас уже получается тоже как бы 4 см на 4 см, но имеется вот здесь маленькое закругление, поэтому немножечко здесь уменьшится. Возможно, кто-то захочет сделать здесь поменьше, побольше, тут уже на свой вкус, ну, как бы, у нас начальная фигура квадрат, а потом уже нужно здесь вырисовывать свою форму. Здесь у нас специальное место осталось для колеса, конечно же, это все вырежется, поэтому здесь ничего рисовать не нужно будет, ну, и как бы, остальные размеры у нас тоже везде одинаковые, то есть 4,5 см на 4 и 4, и везде так же. Детализацию мы видим, и глаза мы видим, и окна, и двери как бы, и бампер задний мы видим, здесь тоже номерок и так далее. Поздравился максимум я, конечно же, нарисовать, вот вышло так, надеюсь, похоже, но так-то если смотреть, вроде похоже. Тут тоже, внизу вы видите вот эти вот пустоты, я не разукрашивал, сюда мы будем клеить колесо, соответственно, мы должны это вырезать. Столичка у нас слов про эту деталь. Теперь у нас передняя деталь, очень даже простенько, ничего сложного, конечно же, нету, 4,5 на 3 см, а тут уже 3 на 2. Все, вот такие размеры у нас получаются, тут тоже эти места мы оставляем, чтобы приклеить наши колеса, и здесь, соответственно, так же. Тоже все простенько, рот у нас имеется, конечно же, зубы видны, фары имеются, лампочки и так далее. Тут ничего не нужно нам будет рисовать, потому что приклеится ко второй части, поэтому зачем здесь что-то нам рисовать. Дальше у нас зеркала, тут, конечно же, они у нас очень простенькие, как бы здесь у нас сантиметра, тут полсантиметра, соответственно, нужно будет разукрасить и с этой стороны, и, конечно же, с обратной стороны тоже, потому что иначе будет некрасиво. То есть, столичка тоже слов, все очень даже легко и простенько. Ну и у нас имеется 4 колеса, 3 тут и, конечно же, одно тут, давайте вот здесь мы рассмотрим все повнимательнее, размеры данного колеса у нас 2 см на 2 см и толщина 0,5 см. Все, очень даже легко, простенько не сложно, можно нарисовать различную детализацию, примерно вот так вот разукрасить и все, и потом можно будет склеить и приклеивать. Да, они затонюсенькие, придется помочь, но я думаю, ничего страшного. Все, давайте еще раз вам покажу все детали, разверточки, вроде бы смотрится хорошо, получилось вроде неплохо, как в конечном счете, я думаю, узнаем очень-очень скоро. Теперь будем мы рассматривать нашего грема. Тут вроде бы все то же самое, но немножечко отличается, конечно же, добавляется еще тут одна дополнительная деталь. Что ж, начнем, пожалуй, с основной детали, вроде бы вся помещается на экран, это прекрасно. Размеры каковы? 4,5 см на 5 см. Тут у нас тоже, конечно же, 5 см, но у нас идет здесь такой, скажем так, изгиб, поэтому здесь на 1,5 см здесь меньше уже получается, ну и тут 4 см. Тут уже как бы тоже, кто как хочет, кто может поближе, подальше разместить колесо, я думаю, ну можно и так, можно чуть-чуть и поближе разместить, да, тоже не нужно здесь ничего рисовать, просто потом это надо будет вырезать, конечно же, и здесь, соответственно, внизу тоже вырезать и все. Потому что здесь будет клеиться у нас колесо. Здесь, соответственно, так же, ну и, конечно же, тут ничего не нужно рисовать, приклеится первая часть, то есть, скажем так, наш рот. Ну и задняя часть тоже вот такая, вроде бы и простенькая, но вроде бы нужно тоже здесь помочь всякое нарисовать. Ну и здесь тоже окна у нас имеются, различные полосы у нас имеются, тут тоже полосы имеются. Тут у нас тоже имеется какая-то детализация и как бы тут у нас тоже 1,5 см по логике должны спрятаться. Куда? А именно вот где-то здесь. Я еще посмотрю, как в итоге получится. Сложно пока сказать, как в итоге все может получиться, завершиться, но, надеюсь, очень хорошо и красиво. Конечно, вы еще заметили вот эти как бы наши рога, багажник, на который можно прикрепить какой-то еще дополнительный груз, нетяжелый, и везти, да, если, например, нет места в багажнике. Тут, конечно же, нужно будет вот так вот нарисовать, разукрасить, и с обратной стороны тоже нужно будет разукрасить, а иначе будет некрасиво. Ну и, конечно же, у нас еще вот такая перекладина имеется, еще один как бы тоже как рог, чтобы все было хорошо, чтобы красиво смотрелось, да, этим более. И стараюсь повторять еще по максимуму, как оно имелось в мультике. Мы должны нарисовать вот такую интересную деталь, размеры которой 0,5 см на 0,5 см, 0,5 см на 4,5 см, все склеить и, конечно же, приклеить на вот эту часть. Если что-то куда-то сместится, то, наверное, придется приклеить либо чуть подальше, либо чуть ближе, где-то как-то так. То есть, тоже столичком у меня слов имеется про вот эту основную деталь. Что ж, теперь еще зеркала. У нас они тоже примерно такие же, как и у Эйсера, размеры 0,5 см на 0,5 см, все вот так вот просто рисуется, с обратной стороны, соответственно, нужно тоже будет разукрасить. Ну и наша передняя часть, наш рот, все помещается тоже на экран, это прекрасно. Размеры каковы? 4,5 см на 4 см, здесь, соответственно, 4 см на 2 см. Размеры, считайте, практически идентичные с Эйсером, то есть, все очень одинаково, только отличаются некоторые размеры и все. То есть, я могу сказать, что наш ГРЭМ будет чуть больше Эйсера. По логике так должно вроде бы быть, но если не так, пусть будет какое-то маленькое отличие от меня, с моей стороны. Значит, тоже мы видим различную детализацию, вроде бы получилось неплохо, рот виден, фары видны, лампочки и так далее. Здесь у нас тоже будет клеиться колесо, нужно будет все это вырезать, конечно же, тут тоже нужно будет вырезать. Ну и вот эта часть, да, раз у меня тут не вместилась, по логике должна была деталь быть вот такая. Но, увы, у меня здесь имеется вот этот как бы багажник, ребро, поэтому я сделаю вот такую деталь. То есть, здесь у меня будет сантиметров 4,5 на 1,5 см. Вы постарайтесь нарисовать, чтобы все было хорошо, то есть 4,5 на 2 см. Ну и у нас, конечно же, колеса, здесь у нас что? Одно колесо имеется, второе, конечно же, и еще два тута. Размеры у нас вот тута написаны, давайте на этом мы рассмотрим размеры у нас каковы. То же самое, как и у Эйсера, 2 см на 2 см, толщина полсантиметра и все, и какая-то детализация и все. То есть, тоже ничегошеньки сложного здесь нету, все легко рисуется. Да, нужно будет помучиться с детализацией, чтобы все было красиво, похоже, примерно хотя бы постараться. И все, и можно будет вырезать, склеивать, и можно будет получить вот таких двух персонажей. Что ж, все, что мог, я вам, конечно же, рассказал, подал, рассказал информацию, показал вам детализации, размеры, схемы, развертки. Теперь вы сможете, я думаю, повторить Эйсера и Грэма из мультика Датчики 2, двух таких плохишей. Давайте теперь я это все сделаю, вырежу, склею, рассмотрим детали и уже рассмотрим их в виде, естественно, машинок. Давайте я это начну делать. Ну и что ж, наши детали склеены, вырезаны и могу сказать, очень даже прикольно получается. Я удивлен, но давайте мы сначала рассмотрим детали, а уж удивляться будем тогда, когда мы их склеим. Значит, у меня получается вот такая маленькая кучка, это у нас Эйсер, конечно же. И наш Грэм тоже имеется кучка, но раз он у нас получается немножечко больше по размерам, я именно так решил сделать. Если не ошибаюсь, они такие, Эйсер чуть меньше, Грэм побольше. И получается, здесь у нас такая как бы кучка чуть помощнее кажется. Что ж, давайте мы теперь все повнимательнее, быстренько рассмотрим. Начнем, пожалуй, с Эйсера. Основная деталь, она у нас вот такая, получилась очень даже неплохо. Мне нравится, да, возможно, здесь должно быть потоньше, окно должно оказаться вот здесь. Но вот так вот как-то, да, может смотрится чуть-чуть не очень. Вот это окошко, стекло, но думаю, ничего страшного. Все остальное вроде бы склеилось хорошо, нормально. И здесь у нас имеются вот такие пустоты для колес. Здесь все нормально. Теперь рассмотрим мы, конечно же, переднюю часть. Тоже нормально все получилось, проблем никаких здесь не имеется. Все нормально склеилось. Местечко для колес, возможно, если что, нужно будет здесь подрезать, если не вмещается. Но, как я понял, должно все влезть. Затем наши зеркала, они у нас вот такие, у Грэма примерно такие же. И, естественно, с обратной стороны я разукрасил, чтобы все было красиво, хорошо. Ну и, конечно же, наши четыре колеса, они получились достаточно неплохо. Они, естественно, одинаковые, но один могу показать. То есть вот такое колесико, тоненькая толщина полсантиметра. Конечно, да, где-то вышел колесо хорошо, где-то нет. Но можно какую-то страшную часть спрятать и будет смотреться в конечном итоге хорошо. Если рассмотреть Грэма, тут уже немножечко поинтереснее все получается. Мы видим вот эти, скажем так, ну не ребра, крыши, не крыши, перекладины, скажем так. Получилось вроде неплохо здесь вырезать. Да, может чуть-чуть неровненько где-то, но ничего страшного. Форма у нашего Грэма очень даже хорошо получилась. Мне очень даже нравится. То есть, блин, как будто, скажем так, герой взят из мультика и все. Но еще нужно его доклеить, доделать, и будто, думаю, становится еще лучше. Местечко для колес, конечно же, если что, надо будет подрезать. Так что это не проблема. Все остальное вроде бы вышло очень даже неплохо. Затем передняя часть. Она у нас, конечно же, чуть-чуть подлиннее, но получилось тоже хорошо. Никаких проблем здесь не имеется. Местечко для колес имеется. Все вроде бы нормально, проблем нет. И здесь у нас была маленькая пустота, но все заклеилось. И получилось в конечном счете очень даже приемлемо. Дальше наша перекладина, конечно же, где-то вот здесь вот будет клеиться. И нормально получилось. Такой тоненький прямоугольничек Немножечко помочиться с ним надо будет и все Зеркала Грэма такие же самые практически как и Уэйсера Ничего выдающегося здесь нету Все очень тоже неплохо получилось Вырезал вроде бы нормально Главное их приклеить и все Ну и наши четыре колеса Они естественно друг на друга тоже похожи Детализация слегка отличается и все Но где-то да, может получилось хорошо, где-то нет Но можно спрятать какую-то страшную часть Тоненькие конечно же Но вроде бы маленькие, миленькие И вроде бы все очень смотрится неплохо И когда мы их склеим с Грэмом Скажем так, должно получиться еще лучше Что ж, столичка деталей, все мы рассмотрели Теперь давайте я это все склею Одного и другого Они немножечко закрепятся, скажем так Склеятся и мы их сможем рассмотреть Я надеюсь, что они получатся очень-очень бомбически Уже вижу, что они получились очень даже хорошо Но нужно еще в этом убедиться Ну и что ж, заключительная часть подошла Мы должны рассмотреть, как же у нас получились Эйсер и Грэм Могу сказать, они у меня сейчас находятся за кадром Получились достаточно неплохо Если говорить про Грэма, да Он очень даже похож А вот с Эйсером я даже не знаю Двоякое ощущение Вроде бы хорошо и похоже Но наверное можно было бы его слегка увеличить Скажем так в длину Но не знаю, возможно это хорошо Так, возможно нет Но давайте мы сейчас это рассмотрим и в этом убедимся Значит у нас получился вот такой Грэм Вот такой оранжевый Скажем так, плохиш товарищ И конечно же Эйсер зелененький Салатовый такой товарищ Тоже плохиш Вот два у нас плохиша Два товарища Они еще постепенно клеятся Они как бы с пылу и жару, скажем так Как бы здесь оказались на съемке Они получились по размерам Очень даже не маленькими И не большими Нормальными, хорошими Я еще делал такую как бы как Пропорцию с Томбером С Родом Что-то такое вроде бы Не ошибаюсь, делал Что были не супер большие Не супер маленькие И в итоге получились вот такие у меня Два героя, два товарища И могу сказать Очень даже хорошо получились Если говорить про Грэма То да, проблем наверное не имеется Но про Эйсера Наверное да Не стоило его делать таким маленьким Хотя как мне кажется Он по размерам должен быть Чуть короче То есть не длинный А скажем так Коротенький Но возможно еще и надо было Высоту Скажем так уменьшить Не делать его таким же Как и Грэмом Но ладно Тогда с него и начнем Рассматривать Все склеилось Все очень хорошо Наверное да Зеркала надо было вот здесь Вот разместить Я даже пометил Специальные точечки Но увы Я их сюда не мог Не смог Скажем так приклеить Поместить И наверное смотрелось бы Немножечко не очень А здесь В этом положении Смотрится хорошо Может да Немножко неправильно Но как-то так привычнее Что у машин всегда Зеркало находится Где-то на этом Скажем так Месте А если на окнах Как бы не знаю Может быть на каких-то Специальных машинах Но на обычных Горских В основном Зеркала находятся В этом местечке Значит наш Айсер выглядит вот так Ну вроде бы хорошо Если например Вот так вот рассматривать Так точно вылитый Айсер Если уже вот так вот Рассматривать Возможно чуть-чуть Уже не похоже Ну а если например Вот с этой стороны Задний может быть Да Хотя возможно И есть вот эти нотки Айсера Вся детализация видна Все вроде бы склеилось хорошо Нормально Мне нравится Ницинус вот такой Пустоты Грубых Непонятных Здесь не имеется Все заклеилось И ничегошеньки Здесь такого страшного нету То есть здесь все хорошо получилось Теперь если говорить нам Про нашего Грэма То он гораздо лучше Выглядит да Возможно они такие Здесь кажутся у меня Какие-то грязноватые Что ли Затертые Но где-то я специально Добавлял коричневый карандаш Чтобы была ржавчина Поэтому если где-то Вы думаете Что как-то получилось Немножечко не так Такая нотка пусть будет Потому что они Как мы знаем Машины тоже Не супер новые Скажем так Уже в возрасте Немножечко Может быть им 40 лет Может где-то так Возможно И вот эта ржавчина Им что-то придает Получилось вот так вот Здесь тоже все склеилось хорошо Тут конечно у меня Линии совпали Но вот с этой стороны У меня не совсем совпали Не знаю почему Но вот так вот вышло Ладно Ничего страшного Но склеилось хорошо Нормально Форма соблюдена Смотрится очень даже хорошо Мне очень нравится Как здесь вышло Здесь наверху вот так вот Все приклеилось хорошо Нормально смотрится Проблем не имеется Зеркало тоже здесь разместил И смотрится нормально Пропорционально Перед у нас вот такой И на Грэма Действительно похоже Ну и низ тоже самое Какой здесь Расклеилось хорошо Вот еще здесь клей у нас имеется Что ж Вот два таких товарища У меня получилось Надеюсь вы теперь Сможете их повторить Сделать И пополнить Вашу коллекцию Бумажных тачек Я конечно уже не стану Здесь показывать Всю коллекцию Бумажных тачек Потому что уже сюда Не вместится И можно будет такое Организовать потом Когда мы сделаем Всех героев Скажем так Думаю на этой ноте Можно заканчивать видео Все Спасибо за просмотр Не забудьте подписаться На канал Нажмите обязательно На лайк Чтобы поддержать меня А также нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить Самые свежие видео И конечно же Увидимся в новых Свежих видео И видео Где мы делаем Вот такие различные Поделки Своими ручками Всем спасибо Всем ночи И всем пока Эй Эй Эйсер Давай быстрее А то наш шеф Ждет Да-да Быстрее Быстрее А то потом опять будет Да хватит болтать Все Погнали Погнали А тебе не кажется Что за нами следили В смысле Это камера Быстрее бежим Да-да-да Бежим Бежим Бежим